Рабочим уже удалось вывести более 2000 кубометров обломков. Под завалами, напомню, ищут еще четверых. Чтобы спасатели могли продолжить поиски тел, стены сгоревшего здания необходимо укрепить металлическим каркасом. Угроза обрушения несущих конструкций сохраняется. Костов у памятника архитектуры приковано внимание и самих пожарных. Спустя пять дней после трагедии здание продолжает тлеть. В больнице города продолжают лечение 9 человек. Среди них один сотрудник колледжа, три студента и пять распасателей. В Майрии в который раз напоминают, все расходы на лечение и организацию похорон берет на себя город. Кроме того, чиновники анонсируют выплаты компенсаций всем пострадавшим. Кто амбулаторно обращался и кто сегодня находится в стационарных учреждениях нашего города. Сумму выплат пока не уточняют. Также в Майрии заявили, что открыли специальный счет. Собирают деньги для помощи пострадавшим. В то же время одесситы продолжают массово приходить на место трагедии. Ученые Института морской биологии, которые работали в сгоревшем здании, сутками напролет дежурят у входа. Они недосчитались двоих коллег. Двоих работников. Двоих. Директора мы не знаем, к сожалению, никакой информации. Борис Георгиевич Александров Иванович Галине Валентинов. Если кто-то обладает информацией, большая просьба связаться с нами. Выгорелся арка, там был кабинет. Загорелась библиотека, лаборатория и потом пошла приемная. Вон, как правильно? Там где арка, это приемная. Приемная и рядом кабинет Бориса Георгиевича. Горожане приносят цветы и зажигают лампадки в память о погибших. А маленькие одесситы приносят свои игрушки. Людей ни одного не знаю здесь, но очень больно. Само есть ребенок. Я принесла цветочки, помогала немного здесь. Не сработала пожарная безопасность. И дети задыхались. И когда они кричали в окна помощь, их не сразу спасали. Вот, ну, это все, что я знаю. Через дорогу от сгоревшего здания продолжает работу штаб, установленные палатки обогрева. Туда волонтеры регулярно подвозят еду и воду. Нарина Щеглова, Константин Нищарет, Телеканал Репортер.